Итак, ты решил отрастить бороду. Что тебе надо делать? Во-первых, надо проверить, на что вообще твоя борода способна. Для начала надо не побрить ее хотя бы один месяц. После этого можно будет уже видеть, как она растет, какое направление роста и что вообще можно с ней придумать. После того, как прошло это время, ты можешь прийти к нам и мы тебе посоветуем, как поступить дальше. Я бы не советовал идти подстригать бороду в какой-нибудь парикмахерской во дворе, которая есть у всех, потому что там есть любители сбрить ее по троечку или еще как-нибудь ее красиво сделать. Вот это все будет плохо заканчиваться. Для того, чтобы стричь бороду дома и без всяких лишних усилий, вам нужна в первую очередь расческа и ножницы. Ножницы можно купить не обязательно суперпрофессиональные. Обычные ножницы, которые стоят 80 гривен, продаются в любом переходе, подойдут. Расческа тоже. Желательно, конечно, чтобы она была более волнистая. Тогда она лучше фиксирует волосы в зубьях расчески. Но подойдет обычная крупная расческа, чтобы у нее ее диаметр был чем шире, тем лучше. Маленькая расческа неудобна, так как можно выйти за пределы среза. Давайте рассмотрим, что в первую очередь торчит и вылазит из контекста. Что мешает, что создает дискомфорты и как упростить жизнь. И носибельность бороды. В первую очередь торчат бока. Они не то, что выделяются, они деформируют черты лица. Лицо и форму головы. В первую очередь бороду нужно расчесать. Расчесываем только по росту волос. Когда мы начинаем расчесывать против роста волос, то получается непонятно что. Но в любом случае мы будем расчесывать снизу. Есть две проекции. Когда мы расчесываем сверху и расчесываем снизу. К максимально длинному источнику. То есть ту длину и ту форму бороды, которую мы хотим создать. Мы должны ее создать в первую очередь расческой. Поэтому когда мы расчесываем расческой. Мы уже видим какие волоски торчат, какие выделяются. И что конкретно нам надо состригать. После того, когда мы расчесали бороду. Мы должны подравнивать исходя из угла окантовки. Окантовка у нас над щекой. Должна соответствовать нижней части. Они должны быть параллельны. Они не должны идти в разнобой. То есть эта часть должна быть параллельна. Каждый раз после проделанного среза немножко нужно расчесать. После того, когда мы расчесываем. Выделяются новые волоски. Все новые и новые. И с каждым следующим срезом переход становится более чистым. После того, когда мы сделали линию. Мы можем посмотреть в профиль. И будут выделяться волосы вот эти. То есть после того, когда мы их расчесали. Выделяются какие-то волоски. Смотрим в зеркало на себя. И все, что выделяется. Тоже срезаем. Под углом 90 градусов. Если вы боитесь срезать. Используйте расческу. И срезайте поверх расчески. Опять же, каждый раз, когда мы прошли. Смотрим в зеркало. Где-то что-то выделяется. Там состригаем. И так делаем до тех пор, пока чистая не получится линия. Чистый силуэт. Супер идеально никогда не получится. Но мы можем постараться. Расческа работает как предохранитель. Мы никогда не срежем больше или меньше. От уровня расчески. Поэтому, когда мы вставляем расческу в силуэт. Например, нам нужно убрать вот эту часть. Она топорщится. Она не нужна. Мы ее плавно можем вписать в длину. Здесь вставляем всего лишь расческу. Многие думают, что если ты ходишь небритый, то это очень легко. Не надо париться, не надо бриться. Лично я считаю, что носить бороду это даже труднее, чем бриться каждое утро. Ее надо мыть. Ее надо расчесывать. Утром ее надо укладывать. Потому что она торчит в разные стороны. То есть это как прическа на голове. И самое важное, что самому-то ее подстричь можно. Но это достаточно проблематично. То есть можно наловчиться, делать себе форму. Приводить ее в порядок. Но, допустим, контура по бокам. Это можно сделать при помощи зеркал дома. Но, короче, это очень неудобно. И тоже это может закончиться полностью с бритой бородой. Если не стричь ее, то буквально совсем какой-то маленький период. И борода будет выглядеть просто как у бомжа. То есть это очень такой щепетильный вопрос. Ее надо постоянно поддерживать в нормальном состоянии. И мне кажется, было бы намного легче просто утром побриться станочком. И все. И такой свежий, красивый выглядишь. За ухом уходит линия. Она иногда растет немножко назад. Соединяется с окантовкой на затылке. Эту часть можно не деформировать, а немножко подвести. Когда чуть-чуть мы ее подводим, она получает свой контур. А контур, в свою очередь, придает большую опрятность. Их тоже можно подравнивать. То есть мы представили здесь силуэтная линия, здесь силуэтная линия и здесь силуэтная линия. Своего рода коробка. То есть эту коробку нужно построить. Я думаю, что дома нет времени заморачиваться. Поэтому мы просто расчесываем назад. И все волосы, которые выделяются, срезаем. Также волосы, которые входят с бороды в висок, здесь торчат волоски. Эти волосы ни в коем случае нельзя оставлять. Они лезут на ухо и создают дискомфорт. А ваш собеседник будет обращать на это внимание и видеть в этом изъян. Чтобы не было изъян, их лучше состричь. Ножницами можно плавно пройтись за ухо. Если боитесь заводить дальше, можете не заводить. Главное, вот эту часть освободить. Начинать лучше снизу вверх. Если мешает ухо, вы можете ухо просто рукой приложить назад. Для мужчин, у которых нет триммера, они могут также делать контура себе ножницами. А потом этот контур подвести бритвой. Но не введите сразу бритвой, потому что линия у вас будет разбитая. К примеру, можете подставить расческу как линейку. Это будет ваш ориентир. И вставить нижнее полотно ножниц в щетину. И так же провести с ножницами. Существуют разные виды бород. Но лично я предпочитаю обычную русскую бороду, как она называется. А в народе ее называют борода лопатой. Просто обыкновенная форма, максимально естественная. Все должно быть аккуратно. Никаких торчков, антеночек. Ну и выглядит она реально классно. В случае, если вы боитесь порезаться, лучше натянуть сильно кожу. Можно круговым движением. То есть полотно должно крутиться. И сильно натягивайте кожу. Когда вы натягиваете кожу, вы никогда не порежете. Можно использовать маникюрные ножницы. Но волосы, которые на щеках, они нагружают лицо. И выглядит немножко дико. Помимо стрижки, еще очень важно мыть бороду. И делать это надо обычным мылом. Потому что если помыть ее шампунем, она становится очень пушистой, непослушной и торчащей. А мыло придает жесткости. И вообще, ну это гигиена. Это волосы на лице. Тут попадает еда и пыль, и грязь. Поэтому надо за этим следить, чтобы все было круто. Волосы, которые на шее, их тоже можно убрать ножницами. Но если просто вести, можно порезать. Поэтому можно натягивать за бороду или за кожу. Когда борода длинная, можно натягивать за бороду. И все, что выделяется, срезать. Также круговым движением. Когда работаем круговым движением, можно не бояться, мы не порежем кожу. Так как лезвие всегда скользит. Бывают случаи, когда садится триммер, и надо привести бороду в порядок по-любому. Выглядит ужасно все. Как раз лезвия закончились. Еще какие-то сюрпризы. Продолжаем линию от щеки. Продолжаем ее на середину. Так, чтобы получилось симметрично с двух сторон, доходим до середины и начинаем заново. Тогда мы не потеряем симметрию. Здесь также можно все мелкие волоски по силуэту постригать. Поворачивайте голову, посмотрите постоянно на просвет. Бритва отлично скользит по тальку, но в любом случае нужно натягивать кожу. Если ее не натянуть, может быть небольшое раздражение. Тогда обязательно натягиваем кожу и работаем по росту волос. Угол при этом 45 градусов. С бритья обязательно используем лосьон. Не важно, брили мы по тальку, по крему, по воде на сухую. Всегда используется лосьон, потому что в кожу могут попасть бактерии. Кожа не защищена.